Есть ли какие-то изменения с точки зрения ввода в действие новой, более современной военной техники, которую должны начать поставлять западные союзники Украины? Да, очевидно, что я думаю, что первые хаймарсы уже где-то вблизи, скажем так, фронта. Мы пока не видим результатов их применения, но я думаю, что очень скоро увидим. На каком направлении они будут использоваться, сказать сложно, это будет решение командования, конечно. Возможно, это будет херсонское направление, потому что там складываются наиболее удачные условия для подготовки контр-наступления. И сейчас как раз огневое влияние на тылы противника были бы очень, я бы сказал, желательны для того, чтобы украинским военным легче было подготовить контр-наступательные действия на этом направлении. А почему там именно так складывается обстановка? С чем это связано? Ну, дело в том, что на херсонском направлении украинские войска уже длительное время готовятся к проведению контр-наступательных операций. Мы это видим, делаются очень как бы незаметные, но в то же время с точки зрения оперативного искусства очень грамотные, очень правильные действия, где по чуть-чуть создаются условия для того, чтобы разрезать группировку противника на одном направлении и создать давление на других направлениях. Поэтому я думаю, что в отличие от Донбасса, где все же Украина пока не думает о контр-наступательных действиях, тут главное не допустить прорыва обороны украинской противникам, то на херсонском направлении наоборот, противник пытается не допустить перехода украинской армии в наступление. Поэтому, если здесь будут использованы хаймарсы, я думаю, что как раз противнику это очень не понравится и им не поздоровится. Именно потому что они пытаются создать условия, чтобы не допустить начало наступления украинских войск. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Украина-24». Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор